Всем привет, друзья! Привет! Я думаю, что вы знаете, что те, кто приезжают в Грузию, они, как правило, имеют какой-то удаленный доход, либо пассивный доход. Особенно те, которые приезжают сюда на ВНЖ, ПМЖ, либо просто погасить на пару месяцев. Мало людей, кто-то открывает какой-то бизнес, то есть они как бы есть, но процент их небольшой по сравнению с теми, кто работает удаленно. Так вот и мы тоже не исключение, мы работаем удаленно и вам расскажем, в принципе, кто уже сторожил, уже в курсе, мы занимаемся фото-видео стоками. То есть мы снимаем какие-то сюжеты, рекламу, выкладываем это все на зарубежные сайты и покупатель заходит и покупает тот или иной файл, либо это будет фотография, либо это видео и вставляет свой проект, там какая-то реклама, либо что-то еще. В данном случае мы освободили кухню. У нас стоят такие светильнички, вот отсюда если взять. Оля у нас оделась, самое главное, чтобы на Оле не было ни одного бренда. Она оделась, такая вот рубашка в клеточку, такая неприметная маечка, джинсы, ну и у нас средства. Все средства мы предварительно отодрали этикетки, чтобы не было брендов, потому что бренды это интеллектуальная собственность и мы не хотим, чтобы они здесь были. Как бы в целом работа не пыльная, самое главное это самая дисциплина и конечно же набор оборудования. Без оборудования, конечно, очень сложно. Это как и программное обеспечение, то есть надо уметь монтировать, как в фотошопе что-то делать, такие в DaVinci, либо там в Premiere, не важно, там для видео. Также и самоаппаратная часть, какие-то, тот же свет, камера и так далее. Мы с кухни тут все убрали, кто помнит, у нас были столики, поубирали все лишнее, мы все это выгнали вот сюда вот. Вот у нас здесь вот небольшой такой беспорядочек. И здесь у нас сейчас будет проходить съемка. Сейчас мы сделаем, у нас будет по съемке как Оля будет мыть газовую плитку. Плитка как бы так себе, кстати, такие вот моменты, я позаклеивал изолентой все надписи, потому что здесь были надписи и здесь и здесь, чтобы они в кадр не бросались. Вот они. Я это все подклеивал. Кстати, вот еще черной изолентой было у нас все нормально, как бы я в машине ее достал, а белую изоленту я сегодня бегал искал по рынку. Ну что, ты готова? Ну что, поехали? Давай. Сейчас нам надо свет сюда получше выставить. Так, ну что, сейчас ты что будешь делать? Вытирать все. Вытирать все, да? Ну, давай. Так, сейчас я поставлю камеру на штатив. Здесь косячилка вышла, вот такая одна из регулировок, ее здесь нету просто. Мы тут взяли пробку, одели сюда и изолентой заклеили бренд. Так, наверное, надо менять ее. Будем ее снимать меньше, конечно, но все равно, чтобы она не попадала. Принеси изоленту. Я забыл был нажать на запись первый раз, но сейчас уже все пишет. Так, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а теперь сделай. Хоть такого никогда и нету, но в журналах почему-то такое бывает, когда люди улыбаются во время уборки. Хотя я не понимаю таких людей, если честно. Ну, может быть, есть какие-нибудь эльтруисты, либо это не знаю еще кто, но это вообще отдельная тема. Это отдельная каста людей. Ну, поулыбайся. Выпрямись, ровность сделай. Так, отлично. Готова? Улыбайся. Ты просто положила руку, отыграй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такая вот у нас штука здесь организована. Мы тут уже все поснимали. Оля, в принципе, все уже и оттравила. Да? Как хорошо, да, совмещать приятное с полезным? Да. Тебе понравилось? Нет. Почему? Лучше бы, конечно, это было без съемок, да? Что? Уборочка. Потому что в съемках одно и то же. Тут, наверное, одно и то же место. Тут бывало такое, что до дыр затирает. Да? Да. Потому что камера снимает. Надо, чтобы и так, и так, и так, и все одно и то же место вон даже вон. Ну, зато все, зато все оттерло. Так, в принципе, все. У нас только вот единственный тут был косяк с этой вот баночкой. Здесь на банке от клея оставалось. И поэтому, чтобы на постмонтаже нам это все не затирать, мы лишний раз еще взяли спирта и спиртом это все подтирали. Поэтому у нас все бутылочки такие вот красивые. И только вот этот вот клея. Единственное, что я уже не стал оттирать, потому что ты тут закачаешься. Но в целом все так вот поставят, и он особо и не будет. Да? Угу. Так что вот так вот. Сейчас мы будем продолжать. У нас сейчас тема будет еще, скорее всего, за диваном. Тут немножко плесени собралось. Ну, потому что как бы сырлато слегка вот было. И поэтому плесень, такая тема тоже довольно-таки интересная. Уборка средства от плесени, да? Угу. Я думаю, должно заходить тоже в рекламе. А вы знаете, что самое интересное? Мы поняли одно, что чем смешнее ты фотку делаешь, чем меньше вообще она может быть востребована, тем она, блин, почему-то больше продается, да? Ну да, есть такое. Вот Оля сейчас была похожа на паука. Я только что разместил в Инстаграм фоточку, ну типа без обработки, да? Кстати, кому интересно, можете подписываться на Инстаграм. Вот. И там у меня подружка начала прикалываться, типа на паучиху похожую, да? И у них там пошел очень большой диалог. Они там начали про самку богомола и так далее и тому подобное. И пока тут она смеялась, я тут ее поснимал, пока она тут довольная была на фоне очистящихся средств. Типа надо работать, а она сидит и сидит там в ТикТоке, в Интернете, там еще где-то. Или я закончила уже работу. Я радуюсь. Да, либо ты закончила и радуешь. Ну так как бы можно интерпретировать по-разному. Ну в частности, это как бы вот пришла вроде бы, дай-ка зайду на одну минуточку в ТикТок, да? Прошло время и все, и звезде. Хоть Оля никогда его и не устанавливала себе. Говорит, это только пожиратель времени, да? И там дичка какая-то. Я сам по себе знаю, зайду туда на одну минутку и час, и все, и нету его. Так, друзья. Кстати, кто в теме, возможно кому-то поможет, кто не в теме, ну просто посмотрите, как вообще надо. Делают моторизированные проходы без слайдера, хотя слайдер я уже давно себе хочу. То есть вот я поставил сюда штатив стабилизатор, послучил приложение, вбил точку 1, вбил точку 2 и сделал интервал времени. Нажимаю старт, он поворачивается, вот, раз, и пошел проходить, плавненько так, вот. Кстати, очень прикольно, вот. Не всегда, конечно, это уместно, но тем не менее, очень в другой раз выручает. Ну что, надо еще-то длинуться? Ну да. Давай. Опа, еще, еще, еще. Опа. Да. Так, ну немножко вот сюда вот. Ну, в принципе, все. Так вот, друзья. То, про что я говорил. Самое интересное... Выключу. Самое интересное, это то, что видите, когда льют дожди, здесь появляется вот такая вот плесень. То есть ее, я понимаю, что это не очень хорошо, мы купили средство и сейчас почистим это все. Потому что вот из-за того, что стоит сам диван здесь, то он не отапливается, ну, то есть не проветривается. Стены. Стены тонкие, как бы сделаны. Видите, у нас немножко они, конечно, потолще. Вот. Ну, тем не менее, ладно. Сейчас мы это все сделаем. Диван, скорее всего, наверное, мы больше ставить в стенки не будем, по крайней мере, до тепла. Да, наверное, поставим его вот сюда. Да? Ну да, посмотрим. А сюда стулья поставим, чтобы все-таки стенка, это проветривается. Потому что видите, вот идет и вдоль трубы. Ну, это специфика, мы тут поспрашивали. Во-первых, здесь стоит обогреватель Karma. Если бы был обогреватель такой вот, как бы, как центральное отопление, тут как бы не тут центрального отопления. Но тут есть такой бойлер, да, который подогревает воду для воды, чтобы... Воду для воды. Подогревает воду для того, чтобы умываться, да, и для того, чтобы на батарее разносить тепло. Бойлер такой ставится не везде. У нас, как бы, квартира вот с кармой. Но на будущее, скорее всего, мы, наверное, не будем больше снимать квартиру с кармой, да? Ну да. Как бы прохладненько все-таки. Одна комната, где вот мы находимся, здесь тепло. А если вот уже там уйти в другую комнату, там, где мы с пивкой, там уже прохладно, да? Ну, туда доходит тепло, ну, так себе. Сладненько, да? Ну да. Вот. Да? Ну, наверное, это, конечно, по ощущениям, кто что любит. Кто любит, кто прохладнее, так, может, и нормально, да? Я люблю потеплее. И вставлю это прохладнее. Конечно, я с таким сталкиваюсь впервые. Я обычно приют где-то где-то в подвалах, но здесь как есть. Хотя у нас даже пятый этаж. Говорят, на этажах, где пониже, там первый, второй, там еще больше влажности. И возле моря. Ну что вы? Да, я тоже первый раз с таким сталкиваюсь. Да. 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 Ну вот, мы тут все оттерли, вернее, Оля все оттерла. Кстати, когда мы ее снимали, и она это все мыла, то мы где-то за час вот такой вот пятачок оттерли, да? Ты оттерла. Да. А когда уже все отсняли, я говорю, Оля, все снимай как хочешь. В этом... Вернее... Мой. Да, мой как хочешь. В этом-то и минус. Когда к настоящему можно что-то делать, то это долго происходит. Как с готовкой с едой. Да. А на сроке, то есть здесь, получается, что надо было все изначально сделать так. Даже там были позы, не настоящие, потому что настоящие позы никому не интересны. Вот. Ну, в целом, как-то устала. Да, очень. Ну, я думаю, что результат, что ты хочешь? Есть. Есть хочешь, чтобы проглоталась? Да. Смотрите, видите, как не все, конечно, оттерлось, есть такие вот мелочи. Ну, я думаю, в любом случае, что еще буквально мы тут, когда будем съезжать, наверное, все-таки соседи здесь будут закрашивать это все. Потому что отмыть тут уже это нереально. Вот. И все-таки, как мы и решили, наверное, вот сюда мы поставим стулья, как у нас было, а сюда – диван. Ну, вот такая вот в целом у нас работа. Иногда веселая, иногда не очень, потому что нужно что-то подготавливать. Опять же, это какие-то дедлайны. Опять надо искать какие-то реквизиты, покупать, потом обрабатывать. Это такая вот рутина потом появляется. Вот. Ну, в целом, вот такой вот один день из нашей вот жизни, из нашей вот работы. Как и где вот мы вот вообще работаем. Кстати, некоторые спрашивают там личку. Те, которые знают, они как бы не интересуются. А те, которые не знают, часто там подписываются в Инстаграм, либо подписчики с Ютуба переходят там в Инсту и спрашивают, а чему занимать? Там работаете где-то в Грузии? Нет. На самом деле, я вам скажу, что некоторые, я понял вот из тех вопросов, что большинство людей недооценивает Интернет и вообще эту индустрию. Потому что там можно найти работу и зарабатывать не хуже, чем, допустим, там охранником где-то, продавцом. Либо там некоторые уходят из своего бизнеса, да, и уходят в Интернет. Вот мы дам пример, да. И вообще, как бы я скажу, что Интернет это на сегодняшний день уже такая индустрия, которая будет всегда востребована. И вот буквально еще пройдет время, там лет десять у нас. И вот люди там будут в 2031 году говорить, вот был там 2022 год. Вот тогда можно было в Интернет зайти. А сейчас уже поздно, да. И такое будет и потом, и будет всегда. На самом деле, мы здесь сталкиваемся с экспатами, которые работают в сети. И даже есть такие профессии, которые я просто вообще никогда и не подумал. Кстати, даже вот, если уже кто не видел, да, вот девочка, которая делала Оле прическу, да, вот окрашивание волос, она и то работает как фрилансер. То есть, каким образом? Она сегодня работает в Грузии, потом у нее она уезжает на Бали, там работает, потом она в Тбилиси, потом она в Батуми. И все потому, что у нее просто рабочий продающийся Инстаграм. То есть, продающий Инстаграм. Вот. Некоторые просто в сети работают как SMM, да, там менеджеры. Кто-то ведет какие-то аккаунты в Инстаграмах у людей. Кто-то вообще тестирует какие-то, может быть, сайты еще. Вообще, на самом деле, эта сфера Интернета, она не только дает какой-то заработок, да, но она и в целом дает тебе свободу. Допустим, я знаю много людей, которые зарабатывали, условно говоря, у них был свой бизнес, они зарабатывали 4, там, больше 5 тысяч долларов в месяц. И они это все бросили ради свободы, они ушли сейчас на удаленку. У них доход 1,5-2 тысячи долларов, но, тем не менее, они говорят, что это своеобразный кайф, когда ты просто не привязан к месту, можешь сегодня жить в Турции, завтра в Грузии, потом в Армении и так далее. То есть, вообще, это дает очень большие возможности. И вот мы даже с Олей задумывались, да, вот мы отучились по 5 лет в университете, а что он, в принципе, дал, да, как бы мы не работаем по специальности. И вот на сегодняшний день учеба в универе стоит где-то порядка около 1000 долларов в год, да, то есть за полный курс обучения за 5 курсов это 5 тысяч, да. В принципе, сейчас можно обучиться любой удаленной профессии, сейчас полно курса, главное только не нарваться на инфо-цыган. В целом, я думаю, что даже вот за долларов 800-700 тысяч, да, вы можете вполне пройти какой-то курс там двухмесячный и обучиться той или иной профессии. Поэтому, если у вас еще есть такие амбиции, да, и вы хотите, то я думаю, что все у вас в руках. И я думаю, что сейчас именно то время, когда надо задуматься, а стоит ли вообще работать где-то или просто обучиться и работать уже удаленно. На самом деле, таких профессий масса. Конечно же, есть специальности, которым надо 100% обучаться в университете, люди учатся и потом работают по профессии, но мы как бы решили вот так. Ну, при условии, когда ты хочешь по-настоящему заниматься этой профессией, не просто от балды, особенно когда люди идут еще на платное обучение, просто от балды, но это что-то, ну, на мой взгляд. Ну, и как правильно сказал Ирислав, что лучше потратить меньше денег, там, тысячу долларов, что тебе понравится, чем пять отдать. За универ, за университет, потому что якобы это престижно, блин. Ну, это уже давно старые стереотипы. Вот. Как бы вот такой вот лайфстайл у нас получился, да, то есть, если вам видео такого формата зашло, поставьте лайк. Подпишитесь. Ну да, напишите комментарии вообще, что вы думаете по этому поводу. Ну, и заходите в Инстаграм. Если есть какие-то вопросы, задавайте либо внизу под видео. Всем пока. 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 Пока.